Утро начинается не с кофе. Свидетелями разгоревшегося скандала между кондуктором и женщиной, находящейся в салоне, пассажиры 5-го автобуса стали уже в 8.30, пока ехали на работу или учебу. Очевидцы прислали видео нешуточных разборок в редакцию 6-го канала. Как рассказал наш собеседник, зайдя в салон транспорта на остановке «Золотые ворота», сразу почувствовал неладное. В воздухе витал сильный запах спиртного, а кондуктор странно себя вела. Перед одной садится девушка на следующей остановке после «Золотых ворот». Слева на сиденье присаживается, на следующее, которое по левой стороне, присаживается к своему знакомому, вот это кондуктор. И она девушке на офигенно повышенном тоне говорит «прикладывай карту». То есть она на нее практически орет. На такое поведение и отреагировали другие пассажиры, рассказывает очевидец Соры. Одна женщина решила, по-видимому, спросить, почему маршрутка так долго стоит на месте. Это и стало толчком к последующему конфликту. Очевидец встал на сторону пассажирки. Этот конфликт разгорался несколько раз. Я не знаю, как там не дошло до рукоприкладства. Хорошо, что женщина стояла сзади автобуса. Здесь явные признаки алкогольного опьянения есть. То есть там нечеткое произнесение фраз. Это первое. Опять же, в салоне стоял столький запах алкоголя. Пятый городской маршрут обслуживает частная компания ООО «Виктория», руководителем которой является Максим Володин. Перевозчик защитил кондуктора. Поютная вина сторон, потому что видео 100% вырвано из контекста и нету никакого начала конфликта. Пассажир требует ехать быстрее, хотя ей заявляют, что автобус едет по графику движения. На что пассажир заявляет, ты давай неси сюда график. Ну, во-первых, в смысле ты. Даже кондуктор в негативе, и то называете ее на «вы». Перевозчик, уже связавшись с кондуктором, рассказал, что сотрудницу просто вывели из себя. Причем сразу Максим Володин встал на сторону экипажа не просто так. С его слов, подобные случаи происходят нередко и чаще всего из-за агрессии пассажиров, а не кондуктора. Пассажиры частично относятся непосредственно к кондукторам и к водителям, как к обслуживающему персоналу, и именно ведут себя с ними надменно. Еще раз говорю, люди, давайте будем друг другу добрее. При этом перевозчик заверил, что в состоянии алкогольного опьянения кондуктор и водитель быть не могут точно, так как ежедневно перед выходом на линию и после завершения рабочего дня они проходят медицинское освидетельствование, в частности, дуют в трубочку на проверку содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Что касается претензий к долгой стоянке на остановке, руководитель транспортной компании нас заверил, что по всему маршруту автобус двигался согласно расписанию. Однако меры дисциплинарного взыскания по отношению к кондуктору все равно применят за культуру общения с пассажирами. Что конкретно это будет, выговор или депримирование, пока непонятно. Перевозчик объяснил, точно все решится после проверки видеокамер из салона автобуса.